Всем доброе утро, уважаемые коллеги! На связи компания Grand Capital. Меня зовут Виктор Паньков. Сегодня 12 марта, пятница, заключительный день текущей торговой недели, и мы начинаем математический анализ валютного рынка Forex. Как вы, возможно, уже слышали, президент США Джо Байден вчера подписал указ об стимулирующих мерах. 1,9 трлн долларов будут выделены экономике для поддержки и ее восстановления после пандемии коронавируса. Поэтому сегодня, конечно же, стоит рассматривать все движения на рынке в период открытия американской торговой сессии, именно в ключе роста фондового рынка и продажи доллара США. Итак, S&P 500. S&P 500, как мы с вами вчера и говорили, вырос до той зоны, до которой мы прогнозировали. Как видим, точечно оттестировали нижнюю границу и после этого скорректировались, а сегодня на премаркете Европы пробили наклонную трендовую линию и пока движемся в нисходящем направлении. Не стоит рассматривать это как смену тренда, поскольку все-таки динамика у нас сейчас выступает больше за рост. И наша психологическая цель в 4 тысячи долларов за индекс еще не достигнута, поэтому будем придерживаться северного направления. Ближайшие ключевые уровни поддержки 3.916.67.3.895.01. При снижении цены и подхода к этим уровням здесь можно рассматривать сделки в бай и цель выставлять ту, которую мы с вами и говорили. 4.015.95. В случае нисходящего движения, если у нас будет более глубокая коррекция, то здесь вероятнее всего она произойдет вот к этой вершинке. Это у нас получается котировка 38.80. И отсюда также можно пробовать какие-то покупки. Однако будьте внимательны, если цена здесь будет рисовать паттерн 1.2.3 и пробивать таки еще ниже данную котировку, то возможно мы уйдем на более глубокую коррекцию в район цены примерно 3.836.89. Здесь уже рекомендую вам, ну в целом рекомендую с индексом, поскольку это очень волатильный инструмент, работать со стоп-лоссом и небольшим объемом. Евро-доллар вчера достиг наших целей, которых мы прогнозировали. Видим, что точечно мы оттестировали наш психологический уровень и после этого скорректировали. Сейчас пока что пара продолжает корректироваться и я настроен подождать, когда она спустится до котировки 1.19.23 либо 1.18.88. И отсюда уже начать далее покупать евро относительно доллара с целью в котировке 1.20.15. Как вы знаете, наверное, вчера была пресс-конференция ЕЦБ, где Кристин Лагард высказала мнение о том, что они готовы будут, если что, еще смягчать политику и выкупать активы. Поэтому это дополнительный фактор для роста европейской валюты. Рассматриваем относительно доллара ее сегодня в бай. В случае, если мы все-таки будем снижаться и закрепляться ниже трендовой линии и пойдем на обновление локального минимума, то в этом случае целью у нас будет 1.17.65-1.17.95. Если мы посмотрим по структурному движению, то в принципе у нас цена может спуститься еще даже чуть-чуть пониже к котировке 1.17.43, но это вряд ли произойдет, поскольку общая динамика и общий фундаментальный фон подсказывает нам именно, указывает на рост данной пары. Поэтому рассматриваем приоритетное направление в бай. Фунт-доллар, достигнув наших целей, которые мы прогнозировали, скорректировался, но пока еще не выполнил максимальные уровни по предыдущему коррекционному движению. Вполне возможно, что фунт еще немного снизится, тем более, что сейчас происходит не только укрепление доллара перед американской торговой сессией, но и ослабление фунта из-за слабых макроэкономических показателей, которые были опубликованы сегодня утром. И, соответственно, после того, как мы выполним наши необходимые цели по коррекции, можно будет рассмотреть сделки в бай. Цели у нас ближайшие 1.40.55, 1.40.73. Это новая цель, которая у нас появилась и более дальняя. 1.41.12, 1.41.43. Приоритетное направление пока что у нас остается в бай. Обратите внимание, что есть еще более нижний уровень поддержки 1.39.01, и только если мы будем пробивать этот уровень и закрепляться ниже него, тогда мы можем с вами сказать, что у нас произошла смена тенденции. Будем рассматривать сделки в сел до цели 1.3705-1.3749. Доллар японская иена сегодня в период азиатских торгов прорвала трендовую линию, закрепилась и пошла в восходящем направлении на укрепление доллара. К сожалению, эту сделочку я не успел поймать, потому что спал в это время, но тем не менее идея здесь у нас следующая. Смотрите, мы очень неплохо собрали стоп-лоссы, и поскольку мы видим, что здесь не было практически никакой реакции, реакцию можно было увидеть, наверное, только на 15-минутном таймфрейме, и то она была совсем незначительная. Значит, что интерес быков в этой валютной паре пока еще высок. Поэтому мы будем с вами рассматривать основную идею на пробой локального максимума, на обновление максимума, достижение вот этого локального целевого диапазона, а после этого уже будем смотреть, как поведет себя цена. Если это будет движение вверх и закрепление выше границы вот этого диапазона, то мы пойдем в восходящем направлении, будем искать новые цели, где нам зафиксировать прибыль. Если же это будет отскок и будет цена рисовать какой-то разворотный паттерн, тогда с большей вероятностью мы с вами пойдем на коррекционное движение. И здесь будем искать уже цели по коррекции. Но пока что рекомендую придерживаться с северного направления, по крайней мере на сбор вот этих стоп-лоссов, которые у нас здесь с вами обозначены. А уже после этого будем рассматривать, как поведет себя цена в дальнейшем. Доллар-канадец вчера прорвал все-таки вот этот флетовый диапазон. Видим, что было закрепление, неплохая точка входа, и мы снизились до локального диапазона поддержки. Соответственно, структура движения вот этого восходящего у нас немного с вами изменилась. Теперь мы начинаем движение вот отсюда. И, естественно, цели у нас будут находиться немножко ближе, чем диапазон, отмеченный ранее. Снизу мы зафиксировали с вами всю ликвидность, которая была. Остались теперь у нас неотработанные цели сверху. Но фундаментальный фон сегодня может воспрепятствовать достижению данных целей, поскольку ожидаются новости по Канаде. Если будут новости положительного характера, то высока вероятность, что мы с вами улетим вот сюда, вот в этот целевой диапазон 1.24.21-1.24.43. И отсюда уже начнем движение в восходящем направлении. Поэтому рекомендую вам по доллар-канадцу пока что рассматривать сделки в селл. Основная идея у нас это продажа вот от этого зеркального уровня 1.25.75. Стоп-лосс здесь получается, ну, относительно небольшой, 34 пункта за ближайшей вершинкой. Ну, а если мы будем все-таки пробивать вот этот экстремум и выходить дальше в восходящем направлении, то работаем до достижения верхних целей, соответствующих верхней границе флетового накопления, пробитого ранее. Доллар-франк. Пока что, как мы видим, ну, вчера мы говорили про то, что будет он снижаться, причем рассматривали вариант, что при тестировании зеркального уровня мы еще будем снижаться. Ну, в принципе, так и произошло. Сейчас здесь идея у нас следующая. Есть несколько ключевых уровней сопротивления 0.92.92, 0.93.24, от которых мы будем с вами рассматривать идеи продажи доллара относительно франка. Это будет у нас идея актуальна, по большей части, на американской торговой сессии. Поэтому, если мы будем пробивать эти котировки на европейской торговой сессии, не спешите влетать в сделки, подождите лучше, когда мы нарисуем какой-то разворотный паттерн, либо, может быть, свечной паттерн, price action, и после этого уже спокойно входите. В любом случае, идея здесь у нас общая, остается следующая. Мы пока что с вами рисуем коррекционное нисходящее движение. Несмотря на то, что мы, казалось бы, зашли в область предыдущей коррекционной волны, тем не менее, у нас здесь пока что тенденция располагает к дальнейшему падению, поэтому будем рассматривать дальнейшее падение, обновление локального минимума и движение к нижним целям 0.90.37, 0.90.65. Но уже после этого по ходу будем корректировать наши цели. В случае, если мы пойдем наверх и будем закрепляться выше уровня 0.93.24, тогда будем рассматривать идею на обновление локального максимума и движение к котировке 0.94.25. Но это будет у нас альтернативный сценарий. Австралиец доллар, достигнув трендовой линии сопротивления, скачил. До целевого диапазона мы пока не дошли, но у меня есть уверенность, что дойдем в ближайшую, наверное, на следующей торговой неделе. Тем более, что структурно у нас здесь цена как раз показывает в этот диапазончик, поэтому рассматриваем идею покупки австралиец по отношению к американскому доллару. 0.77.43 и 0.77.14. Два уровня поддержки на сегодняшний день. Уже с текущих позиций актуально покупать австралиец относительно доллара. Ну а если будем снижаться, то покупаем еще раз. Стоп-лосс у нас будет с вами находиться за вот этой трендовой линией поддержки. Где-то в районе котировки 0.76.82. Ну и, соответственно, если мы уж конкретно пойдем на смену краткосрочного движения, то здесь будем работать на обновление локального минимума. Это котировка 0.76.22. Пока что приоритетное направление у нас остается в бай. Работаем по лонговым сделкам от указанных уровней до обозначенного тейк-профита. Новозеландец доллар отработал вчера один уровень ликвидности. Видим, что подходили мы к нему даже два раза. Поэтому на третий раз мы вполне возможно его пробьем. Сейчас здесь основная идея следующая. Это рассмотрение покупки от ключевого уровня 0.7169. Вчера с участниками закрытого канала мы заходили в сделку от уровня 0.7188 примерно отсюда. Зафиксировали порядка 26 пунктов прибыли половины рабочего объема. И после этого перевели сделку в безубыток. И сегодня у нас ее благополучно выбило. Вот, поэтому сейчас у нас есть еще одна возможность залететь в бай по новозеландцу относительно доллара. И соответственно достигнуть целей 0.7244, 0.7264. Обратите внимание, если мы будем снижаться и закрепляться ниже уровня 0.7169, тогда мы вполне возможно полетим к нашим нижним целям 0.7070 и 0.729, 0.7049. И в этом случае уже от данных уровней и диапазонов будем искать сделки в бай. Золото. Золото после отрисовки вчерашнего пика снижается. Я рассматривал продолжение восходящего движения от наших ключевых уровней, но как видим была у нас небольшая реакция. На этот уровень реакции не было вообще. И золото пока что продолжает идти вниз. Поэтому сейчас я бы рекомендовал не влетать, потому что с учетом вот такого структурного движения у нас как минимум здесь с вами возможно коррекция на предыдущую размерность. Давайте ее отметим. Вот такая у нас размерность была. И это будет у нас коррекция примерно в район котировки 1.1715.20. После того, как мы достигнем этой цели, но здесь видите, мы немножко не достаем до зеркального уровня, поэтому вполне возможно цена еще немного подрастет и после этого продолжит движение в нисходящем направлении. Это будет наша основная идея на текущий торговый день. То есть мы ждем коррекции. Желательно даже дождаться ретеста зеркального уровня. И после этого работаем в продолжении нисходящего движения. Целью здесь у нас будет диапазон 1692.47.1696.41. Отсюда мы уже можем при тестировании вот этого зеркального уровня отскочить и сделать какое-то коррекционное движение в восходящем направлении. Но основная идея пока что работаем в сел. Сделки в байб рекомендую рассматривать только от ниже стоящих уровней, поскольку даже если мы влетим здесь, это будет достаточно рискованно. То есть не совсем понятно, куда ставить стоп-лосс. У нас есть только фактически вот эта проторговка, в которую мы сейчас уперлись и не можем ее пробить. Ну и больше ничего. Поэтому пока рекомендую рассматривать сделки в сел. Серебро, так же как и золото, продолжает снижаться. Здесь мы пока еще не достигли нашего следующего уровня поддержки. Мы его немножко подтянули. Это 25.38. От него можно рассматривать дальнейшую идею в бай. 27.06, 27.20. Наша цель отмеченная ранее. Она остается актуальной. Ну а если будем пробивать этот уровень 25.38 и закрепляться ниже него, то рассматриваем движение к нижним целям. Здесь у нас по структуре немножко меняется цель. И она сдвигается чуть-чуть повыше. 24.43. Это идея по серебру. Здесь практически ничего не изменилось. Нефть марки Brent. Вчера мы немножко подросли до указанного ключевого уровня 70.26. Как видим, от него скорректировались. И пока что продолжаем находиться между максимумом и минимумом вчерашнего дня. Здесь основная идея у нас будет теперь уже в связи с одобрением и подписанным пакетом экономических мер стимулирования США. У нас будет идея в бай. То есть мы будем сегодня ожидать обновления локального максимума вчерашнего дня, закрепления и движения с целью обновления глобального максимума и поход к верхней границе целевого диапазона 74.93. Это будет наша основная цель. Обратите также внимание, что у нас здесь есть наклонная трендовая линия. И в случае закрепления цены ниже этой трендовой линии, мы можем уйти на более глубокую коррекцию к вот этой наклонной трендовой линии. И уже отсюда пойти в восходящем направлении. Поэтому заходите в сделку только при наличии подтверждающего сигнала. То есть либо это будет пробой максимума и закрепление, либо это будет соответственно движение. Здесь какой-то опять же паттерн price action, либо свечной паттерн и поход в восходящем направлении, ну как отскок или как разворотный паттерн. Но основная идея пока что по нефти остается у нас в лонг. Также напоминаю вам о том, что с середины марта у нас проходит обучение от нашей команды аналитиков. Вы можете пройти обучение по интересующей вас торговой системе. Если вас заинтересовала какая-то из представленных торговых систем, по которым наша команда дает утренние обзоры каждый день, то вы можете написать мне в личку и узнать подробности. Я вас проконсультирую. Так, и доллар-рубль. По доллар-рублю здесь идея у нас следующая. Как мы вчера говорили с вами, то есть если мы пробиваем трендовую линию, то с большей вероятностью идем вниз. Но здесь, как видим, трендовую линию мы пока не пробили. С гэпом открылись наверх. И сейчас рассматриваем движение к верхней границе. Потенциал здесь у нас порядка 105 тысяч пипсов. В принципе, уже с текущих позиций актуально сделку открывать. Но можно дождаться более четкой точки входа. А именно это будет у нас пробой вот этой наклонной трендовой линии. То есть пробиваем трендовую линию, закрепляемся и здесь спокойно входим на покупку. Это основная идея по доллар-рублю на сегодня. Ну и в принципе, это все торговые идеи на текущий момент. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Желаю вам хорошего дня, профита и хороших выходных. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok